Скажите мне, уважаемые, кто был гидом номер один в Нижнем Новгороде? Я бы даже сказал ВИП-гидом. Павел Иванович Мельников-Печорский. Николай Иванович Хромцовский, официально призванный основателем Нижегородского краеведения, в своих изысканиях опирался во многом на труды Павла Ивановича. А еще благодаря ему мы знаем о старообрядцах, если не все, то многое. Основные факты из жизни Мельникова-Печорского черпаются, как правило, из книги Павла Степановича Усова, его друга и биографа. Собственно, к ней я и буду преимущественно обращаться в ходе нашего повествования. Родился наш герой вот в этом доме на углу Семашка и Ульянова. А когда-то они назывались Мартыновской и Тихоновской. Воспитание почти онегинское было свой месье Ля Бе, французу Богой, который научил его любить прежде Европу, а не свою собственную страну. От этого идеологического недуга Мельников избавился только в Казанском университете, где, как он сам выражался, переродился в русского. Учился он хорошо и, выражаясь современным языком, получил грант на заграничную поездку. Однако на выпускной пирушке сболтнул лишнего. Об этом донесли куда следует. И вместо Берлина или Рима он под солдатским конвоем загремел в Шадринск уездным учителем. На счастье нашего героя ссылка продлилась недолго, и он, вернувшись в родной край, стал преподавать в Нижегородской гимназии, где ныне располагается государственный педагогический университет. Мельников оставил интересные воспоминания о некоторых студентах, которые заявляли, что великим новгородским князем был Александр, только не Невский, а Македонский, а основателем Британской империи Мохаммед. Первый брак Павла Ивановича был крайне неудачным. Все семеро детей умерли, затем умерла и жена. Второй брак вышел скандальным. На одном из баллов-маскарадов 33-летний Мельников в костюме восточного мага подошел к 16-летней Леночке Рубинской и посватался. У невесты не было родителей, ее воспитывал прадед в немецкой строгости. Местное общество забило в набат. Жених был известен как завсегдатой сомнительных клубов. Леночку упекли в монастырь, где убеждали не поддаваться искусителю, но в итоге свадьба состоялась, и вот уже этот брак был вполне счастливым. Как же Мельников стал гидом? Началось все с одного из идеологов панславизма, профессора московского университета Михаила Погодина. Когда тот прибыл в Нижний, то лучшего экскурсовода по местным достопримечательностям, чем Мельников, просто не было. Ведь он уже копал местные архивы и занимался проблемой раскола. У Павла Ивановича по наследству было имение, в котором проживали поповцы, старообрядческая секта, не отвергающая священство. В отличие от большинства крестьян, они не пили горькую и упорно трудились. А это значит, что барин получил оброк полностью и с таким явлением, как недоимки, не сталкивался. Дальше больше. Поводив гостя по ярмарке, наш экскурсовод озадачился идеей создания, ну, чего? Путеводителя первого в Нижнем Новгороде. Спустя без малого 10 лет Павел Иванович, служивший на тот момент уже в Министерстве внутренних дел, показывал местные достопримечательности великим князьям Николаю Николаевичу, который получил потом приставку старший и прозвище дяди Низи, и Михаилу Николаевичу, будущему наместнику Кавказа. Еще спустя 8 лет наш герой составил, можно сказать, персональный путеводитель по Нижегородской ярмарке и некоторым городам на реке Волги для императорской семьи, которая отправилась в путешествие по России. В отличие от всех остальных изданий, этот краеведческий указатель не проходил цензуру. Еще через 3 года Павел Мельников работал экскурсоводом для надежды Российского престола, Никса, великого князя Николая Александровича, который, увы, так и не стал императором, поскольку умер в 1865 году. Вместе они совершили водную прогулку от Нижнего до Казани и обратно. Именно во время этой поездки, когда речь зашла о Раскольниках, Никс порекомендовал своему гиду написать что-нибудь про их жизнь, протекавшую преимущественно в лесах, где они пытались скрыться от властей. Так родилось название первого тома эпопеи из жизни старообрядцев. А псевдоним уже был, Мельников взял его из названия Печорской улицы, на которой он жил. Главные произведения ныне классика русской литературы принимались публикой на ура. Даже в высшем свете. Автор писал «Разные фрейлины восхищаются моими сиволапыми мужиками и раскольничьими монахинями, которых, если бы они предстали живьем, конечно, и близко к себе не подпустили бы». Однако передовые критики из либерального лагеря писателя не жаловали и обходили его произведения молчанием. И дело не только в том, что отдельной главой в лесах и на горах Павел Иванович читал наследнику престола будущему императору Александру Третьему. «Проза Мельникова и Печорского не носила того обличительного характера, который был присущ передовой литературе». Если сейчас критерием популярности являются приглашения на какие-то шоу и передачи, то в то время таковым был заказ вашего портрета самим Третьяковым. Павел Михайлович заказал картину Ивану Крамскому, и она пополнила собрание главного художественного мецената купеческой Москвы. «В конце я хотел бы устроить некий тест на знания некоторых словечек и некоторых нравов, о которых мы можем узнать, прочитав вышеописанные книги. Не случайно другой нижегородец Горький называл Мельникова-Печорского богатейшим лексикатором, имея в виду, что в его произведениях богатая лексика. «Абрамушка, братан!» – воскликнул Герасим. «Братан – это не братан, это старший брат». «Что это, брательник? Зачем?» – молвил Абрам. «Братильник – это не пацанское словечко, это, ну, логично же. Младший брат». Но вдруг ровно ветром одурь на них нанесло. Заквасили новую дёжу на старых дрожжах. Дёжа – это катка, в которой квасят и месят тесто для хлеба. Вот у Есенина есть стихотворение под названием «В хате». Пахнет рыхлыми драчёными, у порога в дёжке квас. Над печурками точёными тараканы лезут в паз. Кстати, неблагозвучное слово «драчёна» – это блюдо. Дальше. «Купилы» – это деньги. Мягкая деньга – фальшивые деньги. «Лабаста» – род русалки, живущей в камышах. Это некрещённые младенцы и проклятые родителями дети, ожидающие конца света. А до тех пор забавляющиеся разными проказами над людьми. «Глаза» – паспорт на языке бурлаков и всяких мазуриков. «У железного дома биржи стал он пробираться сторонкой, а тут толпа серого люда, тут и ловкие вольные промышленники». «Вольные промышленники – карманники». А вот, например, в московском Кремле есть «Кутафья-башня». «Кутафья» или «Кутафья-роговна» – неуклюжая, безобразно одетая женщина. «Ловкий оборот затевал, баш на баш, пожалуй, возьмёт». «Баш» – по-татарски «голова». «Взять баш на баш, взять рубль на рубль». Это выражение было употребительно именно в Поволжье. «Шушун» – верхнее платье, вроде кофты из крошенины. «Студённый шушун» – сшитый на вате. А как в Нижегородской губернии произносили слово «богатство»? «Богатство», «богачество», «богатство». Наконец, «контрольный в голову». На Волге и в Устье Айки рыболов звали ловцами, а не рыбаками. Рыбак – это торговец рыбой. А рыбой звали только сетровую породу, остальное – это бель или частик. И это лишь малая толика из всего того, что вы можете почерпнуть из книг Мельникова-Печорского, которые я настоятельно рекомендую вам прочитать. Ровно как приехать на его родину в Нижний Новгород. С вами был гид Павел Перес и команда проекта «Нижний 800». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова